Международная федерация гребли не допустила к участию в летней Олимпиаде трёх российских гребцов за употребление допинга. Это Анастасия Корабельщикова, Иван Подшивалов и Иван Баландин. Поскольку спортсменов невозможно заменить, на Олимпийских играх не смогут выступить ещё девять гребцов из их экипажей. Корабельщикова отстранена, заменить её невозможно, и сразу уже восемь человек отстранились. А значит, Подшивалов и Баландин отстранены, заменить их невозможно, значит, ещё как минимум четыре человека. Корабельщикова и Подшивалов были уличены в употреблении допинга в прошлом и уже отбыли дисквалификацию. Фамилия Баландина фигурирует в докладе Всемирного антидопингового агентства. Оно выявило, что спортсмен подменял свою положительную допинг-пробу на отрицательную. Ранее ВАДА провела расследование и заявила, что в России существовала допинговая программа, поддерживаемая властями. После этого агентство рекомендовало МОК и Международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к соревнованиям. Однако МОК решил не отстранять всю сборную России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Возможность участия каждого спортсмена будут рассматривать индивидуально Международные спортивные федерации. Согласно требованиям МОК, к играм могут быть допущены атлеты, никогда не употреблявшие допинг. После этих событий британская газета Daily Telegraph предположила, что Олимпийская сборная России может сократиться до 40 человек. Президент Федерации грибного спорта России Вениамин Бут даёт более оптимистичный прогноз. Мы как-то пытались посчитать, что при самом пессимистичном человек 200. По словам Бута, Федерация грибного спорта России намерена обжаловать запрет на участие в играх для троих грибцов в спортивном арбитражном суде в Лозане. Субтитры создавал DimaTorzok